Друзья, аминь! Друзья, аминь! Есть такие люди? Приветствуем вас! Приветствуем! Рады вас видеть здесь у нас! Аллилуйя! Слава Богу! Ну что, друзья, у нас чудесное время, и у нас заканчивается наш месяц август. И месяц август, кто напомнит, это месяц у нас... Там подсказка, скорее всего. Ну, конечно, конечно, да. И месяц август — это месяц единства во Христе. И вы знаете, кто-то скажет, ну, так себе темка, да, ну так себе темка. Вот если бы месяц исцеления, потому что у меня болезни есть страшные, вот мне бы это зашло, да, мне бы было по душе. Или вот если бы месяц веры, вот я понимаю, надо верить нам всем, надо в вере стоять. Вот если бы месяц там благодать и вообще, знаешь, благодать на благодать и всё. А вот месяц единства, ну, какая-то тема такая, что-то непонятное, месяц единства. Ну, друзья, вы знаете, я правда понимаю искренне, что тема единства, она, ну, правда, тоже очень важная. Аминь. Ну, скажите аминь на это. Тема единства очень важная, и я постараюсь сегодня с вами на эту тему пообщаться, подискутировать. Хочется, чтобы это было немножко не в одни ворота. Поэтому, когда буду вопросы задавать, отвечайте, не стесняйтесь. И давайте вместе поразмышляем на эту тему единства. Аминь. А потом поговорим о том, как нам это единство хранить. Аминь, драгоценные. И самое первое место писания, это послание к римлянам, я хочу открыть. 15 главу из 5 по 6 стих мы прочитаем. Римлянам 15, 5-6. И здесь написано, Бог же терпение и утешение, да дарует вам быть единомыслием между собою. По учению Христа Иисуса. Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Павел обращается к братьям и сестрам, да, к верующим в Риме. На самом деле он обращается со страницы этого послания к нам, ко всем. И он говорит, это знаете, это не просто как добрый совет, я бы вам советовал. Нет, это как некий крик души, это знаете, как некая мольба такая. Он, знаете, он прямо, Бог же додарует вам. Ребята, вот у вас явно не хватает, я смотрю на вас. Вот Господь додарует вам, чтобы вы были в единомыслии ради Господа Иисуса Христа, ради Его учения. Чтобы вот это человеческое, то, что какое-то вторичное, третичное, просто оставили ради Господа. Аминь. И вы знаете, я во Христе более 25 лет, и я встречал разных верующих из разных церквей. Я встречал и братьев православных, и братьев католиков, я встречал и братьев из евангельских церквей, из разных динаминаций. И вы знаете, что, к сожалению, замечаю, не к осуждению чему-то, но, к сожалению, замечаю, что вот есть между нами некие разногласия, да, некие. И особенно, когда мы уже так в Боге постарше, как-то, не знаю, может, помудрее, что ли, но особенно, когда помоложе, когда вот это, знаете, юношеский максимализм, духовно-юношеский, когда вот этот радикализм, ну, тогда это, знаешь, моя церковь самая правильная. Ну, это так звучит, конечно, другими словами. А вот ваша неправильная, да, и та неправильная, и вот та неправильная, и вот та, мы только самые правильные. И так причем везде, говорят вот эти молодые, зеленые верующие, да. Но я один только ответил, или кто-то со мной согласен? Если со мной согласны, попавшите мне. Вы знаете, я верю, что если бы этого было поменьше, то и людей бы в церкви было побольше. Аминь. И на самом деле здесь, в шестом стихе, он говорит, что, дабы выйти надушно, иными устами славили Бога, Отца. И это действительно важно. У меня появился недавно новый друг. Очень хороший человек, замечательный. Как-то я полюбил его. Веселый человек такой, хороший. И с другой церкви, и с другой динаминации, да, и с другого направления, чтобы проще было. И вы знаете что, и я пришел когда к нему, и мы впервые познакомились, и там пару шуточек пролетело про иные языки. Потому что они не молятся на иных языках. И вы знаете что, лет бы 20 назад, если бы он так пошутил в моем присутствии, я бы ему сказал, апостол Павел в первом послании Коринфянам 14 главе сказал, хочу, чтобы все молились на языках. Или я бы вообще сказал, может быть, даже более грубо, ты вообще сейчас, брат, Духа Святого тут похулил уже, ну и так далее. Знаешь, что я сделал в этот раз? Я улыбнулся, сказал ему, не шути так, я тебя люблю как брата, не шути. И знаете, и уже не шутят, и как-то отношения хорошие. А вот лет 20 назад они бы сразу эти отношения прекратились, я думаю, да. И поэтому, вы знаете, вот это разногласие, вот эти разномнения какое-то, я думаю, оно должно уйти. Я думаю, что Бог, Он будет как-то благословлять так свою церковь, что это все будет больше и больше уходить на задний план, а на передний план будет уходить сам Господь Христос, аминь. И Евангелие, что это важно, достигать людей, чтобы они в ад не шли, а шли в жизнь вечную. А вот это все вторично. Вы знаете, из библейской школы я запомнил один интересный, яркий пример, как, это реальный пример, не какая-то байка, как один миссионер приехал в Африку, в одно из племен, проповедовать Евангелие, спасать людей. Это кропотливый труд, не каждому под силу, он приехал туда, и одного за одним, знаете, там, с постами, с молитвами, он приводил ко Христу. И однажды, и он однажды пригласил проповедника к себе в церковь. Ну, там было какое-то местное проездом, он пригласил его, тот пришел, вышел на эту, условно говоря, сцену какую-то, никакого микрофона там не было, и просто говорит, вы знаете, вот в Библии написано, что у всех должны быть на голове повязки. Ну, эти женщины, которых только что, только что научили грудь свою закрыть повязкой, благополучно сняли эти повязки и надели на голову. Я не хочу сказать, что повязку, косынку не надо носить, кто-то носит, нет проблем. Кто-то любит театр, кто-то любит кино, а кто-то любит в цирк ходить. Все семьи классные, аминь. Но иногда мы из-за этих вещей, иногда мы из-за этих вещей теряем единство в Христе Иисусе, аминь. На языках надо молиться, нет, не надо молиться, надо так в церкви ходить, или надо вот так, надо сидеть, надо стоять, надо... И вы знаете, и, к сожалению, вот это все приносит разделение вместо единства. Мы не будем это местописание открывать, но Иисус сказал, если люди увидят любовь между вами, то они точно познают, что вы мои ученики, аминь. И когда приходит человек из мира, и если он приходит в церковь и видит то же самое, гав-гав-гав, здесь правильные какие-то разборки, еще что-то, то он говорит, какая разница, я в миру хотя бы все уже знаю, там хотя бы все свои. Здесь новые и так же себя ведут, поэтому, не-не-не, я, пожалуй, лучше поживу грешником. Поэтому, друзья, на самом деле тема-то важная, аминь, и это повод для нас задуматься, ну, где-то посмотреть, может быть, на себя со стороны. На чем мы, на что мы делаем свои акценты, на чем мы циклимся, зациклимся. Но лучше, конечно, фокусироваться на Христе, аминь. Аминь же, согласны со мной? Слава Богу. Давайте еще одно местописание. Это было и в Новом Завете, когда ты читаешь Библию, ты понимаешь, слушай, ну это было и там. Первый Коринфянам, первая глава, 12-13 стихи. Я разумею то, что у вас говорят. Я Павлов, я Аполосов, я Кифин, я Христов. И апостол Павел, знаете, я думаю, что он в таком уже не очень мягком тоне им сказал. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Он говорит, ребята, это человеческое. Я Павлов там, а ты в какую церковь? А я в такую. А ты в какую? А я в такую. Ну, знаешь, и поначалу мы иногда, когда приходим ко Христу, то все нормально, это просто молодость духовная. Мы приглашаем людей не ко Христу, мы приглашаем людей в церковь. Хотя вроде бы в церковь и надо приглашать, но мы акцент больше на церкви делаем, чем на Христе. Кто-то понимает, о чем я здесь говорю? Да? Кто-то понимает, особенно кто подольше уже, вот тоже в церкви. Поэтому, друзья, Павлов, Кифин, то есть Петров, Христов. Встречал я людей, которые... Я спрашиваю, а ты в какую церковь ходишь? Ну, там, странный, допустим, парень немножко. Я говорю, а в какую церковь ты ходишь? А я в церкви Вселенской Христа. Я говорю, о, интересно как. А кто твой пастор? А мой пастор Христос. А вечерю ты как понимаешь? А я так иногда сам один. Ну, то есть, понятно, вроде бы имеет право, но завтра трудности в его жизнь придут, ну, какие-то серьезные трудности, и рядом не окажется никого. Никого, кто его поддержит, кто на него руки возложит помолиться, или просто как-то добрым словом поддержит и скажет, брат, продолжай идти за Христом. Не уходи в этот грех, например. Аминь же, друзья. Понимаем? Поэтому действительно единство – это сила. Аминь. Аминь. Место Писания, и отсюда и название будет проповеди, Иоанна 17 глава, 20 и 21 стихи. Это Иисус, он молится о единстве, он говорит, это сам Иисус, это не Петр, это не Павел, да, это не Иаков, это сам Иисус, он говорит, не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они, да будут нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня. Вот эта концовка, она мне так нравится, знаете, что здесь, казалось бы, это вещи несовместимые, но почему-то здесь Иисус их как-то совместил. Он говорит, Отче, я молюсь за них, за учеников, я молюсь за этих церквей, за этих верующих, что они были едины, и тогда уверует мир, что Ты послал Меня. Вот такая взаимосвязь. Когда люди этого мира увидят, что действительно Христос посреди нас, да, ну тогда легче прийти будет ко Христу, к такому. Когда они увидят, они приходят в церковь, ну и действительно часто так происходит. Однажды я снимал комнату, давно-давно, я пришел, и человек посмотрел на меня, хозяин этой квартиры, и говорит, никому не сдавал до этого. А тогда еще даже агентств не было, чтобы можно было там на виду найти, позвонить. Ты просто бегал по дворам, спрашивал, где комната сдается. И вот я пришел однажды, человек посмотрел, говорит, никому не сдавал, сдам. Я говорю, а почему? Глаза светлые. Ну что-то он увидел в этих глазах, не знаю, может какую-то любовь Божью, и сдал. И вы знаете, что люди приходят в церковь, и когда у нас действительно, ну, нормальная атмосфера, они видят, что действительно Христос здесь, аминь. Когда мы улыбаемся, и это искренне, а не так вот, чтобы что-то получить. Когда мы общаемся в простоте, хотя один там бизнесмен приехал там на Х-6, а другой там приехал на копейки голубенькой, ну там, допустим, да. А у третьего вообще машина не завелась, надо толкать ее от церкви, чтобы она завелась. Но они общаются между собой, пьют кофе, обнимаются, у них любое, братство, все. Нет такого, что тот, кто на Х-6, вот так смотрит на них, эй, вы там где, идите отсюда. Это не мой круг общения. Аминь, друзья. И вот эта атмосфера, она дорогого стоит. Аминь. И люди, приходя сюда, видят Христа, и хотят к такому Христу. Аминь же ж. Ну, аминь же, дорогие. И поэтому проповедь моя называется «Да будут едины». Аминь. Скажи «Да будут едины». И это про нас с тобой. Да будем мы едины. Аминь. Аллилуйя. Место Писания, место Писания чуть позже скажу, но Екатерина Панова в начале этого месяца проповедовала и сказала такую интересную вещь. Помните эту фразу «разделяй власты». Ну, вы были на служении, помните, может быть, записи смотрели. И там такая мысль была, что когда уходит единство, когда приходит разделение, приходит поражение. И вы знаете, даже Писание об этом говорит. Это Марка 3 глава 24 стих. «Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то». Действительно, я абсолютно согласен. Единство, оно приносит благословение. Единство, оно помогает нам больше принести плода для царства Божьего. Единство, оно помогает нам сохранить больше верующих в церкви. Единство, оно помогает нам, не знаю, приблизиться больше к Богу. И наоборот, вот это разделение какая-то, вражда, какие-то сомнения, они реально просто все рушат. И вы знаете, я когда готовился к этой проповеди, ну думаю, ну какой пример привести? И вспомнил самый такой, наверное, яркий пример, когда в Эдемском саду дьявол, который есть, лжец, который есть, вор и убийца, да, Иоанна 10-10, приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Когда он просто пришел, и через какое-то свое сомнение, конечно, если он пришел и сразу сказал, я дьявол хочу, чтобы тут стали смертными, и чтобы вылетели из Эдемского сада с треском и так далее, они бы его тоже, ну быстро бы его отправили, послали. А он же так вот, знаете, вот так вот, а истинно ли сказал Бог? Так вот издалека. А в результате, из-за того, что вот эти сомнения появились, мы знаем, чем эта история закончилась, да, продолжение получаем до сих пор. К сожалению, дьявол перед князь этого мира, люди умирают и болеют, хотя изначально не было так. Но почему? А вот эти сомнения в итоге что? Принесли разделение человека с Богом, да и вообще людей между собой. Каин потом появился, который навели восстал и так далее. Вот почему? А началось-то все, казалось бы, с маленьких вещей, с каких-то сомнений, сомнений в Слове Божьем. Ну не знаю, правильно тут в Библии написано или неправильно, разные тут есть переводы, кому верить, не верить, читать, не читать, может и читать не стоит. И такие мысли, а потом закончится все, может, плачевно. И поэтому действительно, друзья, нам нужно хранить единство. Нам нужно хранить единство с Богом, нам нужно хранить единство между собой. Аминь, драгоценный. И в этом действительно есть сила. Аминь же ж. Вы знаете, есть такая популярная фраза, я не знаю, кому она, просто забыл, кому она приндит, может быть, это Стив Джобс или кто-то еще. И в компании, где я работал довольно долго, эту фразу тоже иногда мы вспоминали на каких-то наших конференциях. И эта фраза звучит так. Хочешь идти быстро, иди один. Хочешь идти далеко, иди... Подсказывайте. Какие есть версии? Как вы думаете, как она заканчивается, эта фраза? Или Абухов не подсказывает? Хочешь идти быстро, иди один. Хочешь идти далеко, иди... Группой. А как еще можно сказать? Иди вместе. Аминь. Вы знаете, я молодежь, такая горячая, еще не замужние, не женатые, готовы служить во всех служениях, и главное, и возможность есть, ну, можно сказать. А когда вот уже потом замуж выходишь или женишься, уже чуть-чуть темп так снижается, да? Когда дети маленькие появляются, потому что ты один, конечно, можешь, ну, так быстро идти, но когда маленький ребеночек, ну, там уже быстро не пойдешь, да? Либо на плечи сажать. А если бабушку, ты знаешь, вперед будешь так подталкивать, ну, давайте чуть-чуть побыстрее, да? У нас же церковь такая динамическая, давайте чуть-чуть. Знаешь, ну, если не вот эти дети, возможно, тебе некому в старости будет стаканчик с водой подать, да? Или в аптеку сбегать за таблетками. А если бы не вот эта бабулька, то когда ты в трудностях однажды окажешься, болезнь придет или еще что-то, то, может быть, некому будет за тебя помолиться. И поэтому, да, хочешь идти быстро, ну, как бы твой выбор, пожалуйста, иди. Иди, но если ты хочешь идти далеко, то иди вместе, аминь. Иди вместе, иди вместе с братьями своими, иди вместе с сестрами своими, иди с своей командой вместе, аминь же, друзья. Давайте Богу славу воздадим. Аллилюя. Действительно, друзья, единство – сила. И много есть разных фраз на это, что в единстве – сила. Вы знаете, я размышлял об этом и вспомнил историю про Вилонскую башню. Она описана в Бытие, в 11 главе, и там с 1 по 9 стих мы этот отрывок читать не будем. Но, знаете, какая мысль пришла интересная, что даже если у людей есть идея не от Бога, ну, какая тут идея появилась, знаете, основанная на какой-то, может быть, гордыне, на каком-то, может быть, бунте, не знаю, на каких-то, может быть, на какой-то своей отверженности и так далее, и так далее, то если человек становится одержим этой идеей, а потом заквашивает других, и этих других становится тысячи, десятки и сотни тысяч, то, вы знаете, в этом есть сила, да? Одну из этих сил нам в 45-м году останавливать пришлось в нашей стране. Там другую силу, по-моему, в 1812-м, 1812-м, да? Ну и так далее, и таких сил было много. И вот эти ребята, нельзя недооценивать единство, друзья, силу единства. Они сказали, мы построим, мужик сказал, мужик сделал, да, собрались, как бы поднатужились, деньгами скинулись и начали строить. Господь посмотрел и подумал, вполне возможно получится. Или кто-то там, не знаю, ангелы сошли, языки смешали, и только тогда остановили рост этой башни до небес. Потому что вызов был некий, знаете, это гордыня была. Давайте построим башню, давайте сделаем себе имя. И, кстати, место-то потом стало называться Вавилоном, самое такое место развратное. А вначале, а мы башню себе построим, а нам никакой бог не нужен, а мы сами боги, мы вознесемся до небес. Мы еще посмотрим, есть там этот бог или нет потом с этой башней. В итоге пришлось языки смешать. Единственная сила. И слава богу, что однажды наступает момент, когда сила не от бога, что эта сила куда-то девается, что-то рушится. Но теперь представьте, что если мы, вводимые духом божьим, получаем идею от бога или посыл от бога из писания, да, что благовествуйте, достигайте там людей этого мира и так далее, и у нас есть дух святой, у нас есть сила божья, то насколько мы можем быть сильны, да, если мы в единстве. Аминь же, аллилуйя, слава богу. Слава богу, аминь, друзья. И еще есть такая фраза, ну правда, у меня сразу ассоциируется почему-то с выборами, конкретную партию даже я бы сказал. Сейчас сами поймете. Когда мы едины, мы непобедимы. Какие там еще были версии, да? Когда мы едины, мы непобедимы. Но в этом тоже есть правда, это тоже правда, друзья. Вот в этом единстве есть сила. И вы знаете, сразу местописание, которое мне приходит на ум, это Матфея 16 глава, простите, Матфея 16 глава, 18 стих. И здесь написано, сам Иисус говорит, и я говорю тебе, ты Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Аминь. Послушай, нельзя недооценивать врага. Я тоже довольно давно во Христе и слышал разные истории про дьявола. Вот одна из них, одна из ассоциаций, не история, а ассоциации. Одна из ассоциаций, что дьявол это маленькая серая мышка, но с большим мутюгальником, это дословно. Ну или с большим рупором. И когда мышка пикнула в рупор, то из рупора уже рев льва. Ну, может быть. Но я бы не стал врага недооценивать, потому что он имеет большой опыт обманывать людей. И даже епископов и так далее, и пасторов и так далее. И поэтому, ну, Писание предупреждает, что бодрствуйте, аминь, и молитесь. Бодрствуйте. Не знать, когда Христос придет. Не знать, когда дьявол куснет там, ходящий, как рыкающий лев. Поэтому бодрствуйте в Боге, говорит Писание. Аминь. И что я, к чему это мы сведу? К тому, что Писание говорит, что если ты часть церкви, то ты непобедим. Аминь. Врата ада не одолеют церковь. Когда ты один, дьявол тебя в шахматы переиграет. Он найдет тебе ключики и подберет, как тебя там увести от Бога. Но если ты в церкви, если у тебя есть слово, проповедь, псалом, вот ты приходишь на служение, да, как бы поднимаешь руки к небесам искренне, это не потому, что так надо, не потому, что так делает сосед, а ты действительно хочешь идти за Христом. Ты молишься, у тебя есть духовный наставник, чтобы подрулить тебя в нужный момент, чтобы ты налево там не ушел или направо. Но ты понимаешь, слушай, все нормально в моей жизни. Аминь. Я в церкви, где есть вот эти взаимооскрепляющие связи. Так же, когда приходят трудности какие-то, ты понимаешь, я не один. И помимо того, что у меня есть Господь, стержень моей жизни, да, стоп, вообще фундамент моей жизни, у меня еще есть куча братьев и сестер, которые за меня будут молиться, даже если у меня уже нет силы молиться. Даже если я просто вот плашмя лежу там, пластом, у меня никаких сил уже нет, все, я уже там в депрессии уже практически. Но есть люди, которые будут за меня молиться. Они будут носить мои бремена, и я встану с этой постели, и я перестану лежать этим пластом, и я снова буду радоваться во Христе и стоять и танцевать у этой сцены. Аминь. Аминь, друзья. Кто проходил такие вещи, понимает, о чем я говорю. Аминь. Слава Господу. Поэтому, друзья, правда в единстве сила. Аминь. И в его отсутствии это проклятие. Единство благословения. Его отсутствие, разделение. Когда люди готовы идти по трупам, там, для достижения какой-то своей цели, там, амбициозной, эгоистичной, я мне мое и так далее, это не приносит никогда благословения и единства. А вот, когда мы, знаешь, лучше мне поменьше, но ближнего возлюблю, тогда точно будет лучше. Аминь. И давайте запишем несколько пунктов о том, что нам поможет иметь и хранить единство. Что нам поможет иметь единство? Потому что единство это классно, мы уже поняли из этого вступительного слова. А теперь несколько пунктов. И знаете, самый первый, это иметь личное отношение со Христом. Казалось бы, где единство, а где личное отношение со Христом, как это все связать. Но на самом деле это правда. Если мы, в первую очередь, будем каждый лично иметь отношение со Христом, живые, не просто религиозность, да, какую-то иметь, такой духовный налет, а когда мы лично будем ходить со Христом, тогда мы по-другому будем реагировать на какие-то вещи, происходящие вокруг. Тогда мы не будем притыкаться на людях, тогда мы не будем притыкаться на каких-то, там, что, какие-то разборки мы услышали в церкви или еще что-то. Мы просто будем идти дальше со Христом и смотреть на Христа. Вот и все. Аминь же? Аминь, друзья. И местописание здесь Ефесянам 6 глава, с 10 по 12 стих. Ефесянам 6 глава. Ну и дальше идет перечисление всеоружия, которое мы должны принять. Вы знаете, мой посыл, что, да, вот мы покарились, мы пришли ко Христу, мы уже в церкви, но мой посыл в том, чтобы мы продолжали укрепляться Господом. Аминь. Продолжали. Потому что, ну, иногда мы становимся такими уже тепленькими, иногда мы становимся уже не такой страх Божий, как будто в нашей жизни, не такая страсть по Богу, мы реально оттепливаем. Мы уже смотрим, я эту проповедь я 10 раз слушал, эту 15, эту 20, песни эти я уже, уже мне надоели, надо что-то новенькое. Вот мы становимся такими, знаете, и Саня говорит, что укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Да, потому что есть духовный мир, потому что есть бесы, потому что они не в сказке там руссконародной какой-то, они вот есть, реально существуют. Их цель разрушить твою жизнь, как и цель дьявола. Поэтому будь готов, облекайся в это всеоружие, ходи в истине, да, ходи в этой праведности, пусть у тебя будет щит вера, пусть будет меч духовный, который есть в Слово Божье. Но вы знаете, что апостол Павел тот же самый, который здесь, ну, говорит, он, обращаясь к Коринфянам 14 главе, начинается с того, это целая глава о дарах Святого Духа, о том, чтобы говорить на иных языках, там, истолковывать эти на языке пророчествия и так далее. Но самое первое, с чего начинается эта глава, 1 Коринфянам 14, достигайте любви. Потому что апостол Павел, он понял с годами, что дары это классно. Конечно, классно, когда там есть дары Святого Духа в действии, ну, классно. Но если без любви, то не классно. Если нет личных отношений со Христом, а есть дары, эти дары тебя вынесут вообще из церкви, за тебя самого потом надо будет молиться, и кого-то там из тебя изгонять. Но если есть Христос как основа, как фундамент твоей жизни, ты имеешь личные отношения с Ним. Ты укрепляешься Господом, ты имеешь личные отношения. У тебя есть любовь к Богу и к ближнему. Тогда все будет хорошо в твоей жизни. Аминь. Поэтому единство поможет хранить то, когда каждый из нас будет иметь личное хождение с Богом. Аминь, друзья. Скажите аминь на этом. Вы знаете, Рик Джонер, один из христианских авторов, у него много разных книг, там последние задачи, другие книги. Я читал его книгу, может быть, лет 15 назад, и там он описывает видение духовной битвы. И он говорит, я увидел армию врага и армию Христа. И я, говорит, был в таком шоке, потому что вооруженный до зубов враг и, знаете, такое плачевное зрелище армии Христа. Кто-то идет разутый, кто-то идет раздетый, у кого-то штаны спадают, потому что пояс истины отсутствует, да. У кого-то нет меча, у кого-то нет щита, у кого-то нет шлема. И вот они идут такие, партизаны, на войну с врагом, вооруженным до зубов. И он говорит, ребята, пробудитесь, вооружитесь, потому что все, мы живем в последнее время, в самое последнее время. Потому что в духовном мире происходит всегда битва. И вот если мы такие, ну, мы не выиграем эту битву, скорее всего. И вы знаете, это, можно такую ассоциацию, мне кажется, привести, когда, ну, представьте, да, мы, не знаю, в армии, да, здесь есть, я думаю, военные люди, и нам говорят, приказ сверху, срочно там, полное амбандирование и там 30 километров маш-бросок, там зона военных действий началась. И ты, естественно, там надеваешь на себя все, сколько можно, с запасом там, берешь больше там патронов, берешь автомат, еще пистолет там, плач-палатку, не знаю, бронежилет там, шлем, что-то там надеваешь, и ты пошел. Начинаешь идти и понимаешь, как кто-то сказал, после 5 километров с каждым километром, каждые 50 грамм становятся очень ощутимы. Ну, примерно такая мысль. И ты идешь, 5 километров прошел, и чувствуешь, что-то так тяжело уже. Думаешь, надо это, пока никто не видит эти магазины с патронами, выкину, ну, может, и не понадобится. Идешь дальше, чувствуешь, рюкзак тяжелый такой, раз, рюкзачок в пустыне поставил, на обратном пути заберу. Потом думаешь, что-то в ноги уже болят, на улице жара 30 градусов, я в этих сапогах, раз, зусы такой, знаешь, налегке, потом еще что-то оставил, потом бронежилет так жарко, тоже оставил, а потом под конец и автомат думаешь, ты 30 километров уже почти прошел, и пришел ты в зону боевых действий. Что с тобой там будет? Наверное, надолго тебя не хватит, да? Но так же в духовной мере. Да, тяжело жить в истине, ходить. Да, не так просто иметь броню праведности. Да, не так просто щитом веры быть, потому что легко верить, когда все хорошо, а когда пришли трудности в твою жизнь, да, когда нужно в вере стоять, оказывается, не так-то просто. Кто меня понимает в этом зале? Или кто там смотрит меня онлайн, да? Или с мечом. Но даже тот же Иисус в пустыне, когда дьявол искушал его, был с этим мечом и отвечал, так написано, да, он отвечал словно эти искушения, ибо написано, не искушай Господа Бога твоего, и так далее. Поэтому, да, не просто может быть идти на долгую дистанцию в полном обмундировании, но поверь, если ты пришел туда, в зону боевых действий, в этом полном обмундировании, простите, то ты, возможно, победишь. Аминь. А если пришел с пустыми руками, шансы очень малые, друг. Если только вот чудо Божье произойдет какое-то. Аминь же. Понимаете, о чем я говорю, друзья? Поэтому первое, личное отношение с Христом. Второе, о чем хотелось бы поговорить, это любовь к ближнему. Я напомню, что мы говорим о том, что нам поможет иметь единство во Христе. Аминь. Итак, любовь к ближнему. Известное местописание Матфея, 22 глава, 37 и 39 и 40 стихи. Матфея 22. Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоею и всем разумением твоим. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего своего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Аминь, друзья. Потому что, ну правда, если мы будем иметь любовь между собой, вот вспоминается, что 1 Коринфянам 13 глава, «Любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не ищет своего, там все прощает, покрывает и так далее, и так далее, и так далее. И вот если это действительно будет в нашем сердце по отношению к нашему ближнему, то в данном случае здесь наш ближний. Да вот вы мои, я ваш, аминь же ж. И тогда, тогда ты, как ты знаешь, тогда легче будет разделить Божье и человеческое. Тогда легче будет отреагировать на какую-то ситуацию, потому что ты не знаешь, что с человеком это произошло, почему он сейчас такой нервный. Да может у него там случилось что-то ужасное, пока он в церковь ехал, да, или там вчера что-то произошло, ты не знаешь. Поэтому ты отнесешься с милостью, ну ладно, завтра с ним поздороваюсь тогда. Или еще что-то, или подальше, обнимешь его, все нормально, брат, давай, может помолиться за тебя, может помощь какая нужна. Вот если будет любовь к ближнему, у нас точно будет больше единства. Аминь, друзья. Скажите аминь на этом. Еще одно местописание интересное, Иоанна 3 глава 18 стих, 1 Иоанна, простите, 3 глава 18 стих. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинную. Аминь. Делаем истинную. Легко сказать всегда, там, я люблю тебя, там, брат. Слушай, ну может быть этот брат не ел уже 3 дня, может быть он денег даже нет на проезд. Ну, согласись, будет лучше, если ты покромишь его и денег на проезд дашь. Аминь. Если тем более есть такая возможность. Вы знаете, вот сегодня мы здесь вспоминали, я был на первом служении, служил, и действительно видел, как дарили этот рюкзак семье, у которых 6 детей, и мальчик идет в первый класс, простите. Вот, они вышли сюда, и в таком шоке просто, ему этот портфель дарят. Но, а кто-то вот здесь сидит в этом зале, кто пожертвовал на то, чтобы эти портфели вообще купились, появились, и этим детям были отданы. Аминь. Почему? Возлюбил ближнего своего. Аминь. И можно, конечно, было бы словом и делом, я за вас помолюсь. Я помолюсь за тебя, брат, давай. А можно делом, не только словом. Аминь. И так точно будет лучше. Аминь же. Друзья, слава Богу. Поэтому любовь ближнему своему точно поможет нам иметь больше единства. Не притыкаться на людях, покрывать их грехи, и так далее, и так далее. Вы знаете, есть интересный момент, интересная деталь, которую я бы в этом пункте хотел отметить. Что любовь, это не всегда только гладить по головке. Аминь. И жалеть. Любовь, это еще иногда говорить правду, только с любовью. Когда человек начинает за буйки заплывать, когда человек, ты понимаешь, уже на каком-то опасном пути, когда ты понимаешь, что либо он свою жизнь разрушит, либо еще чьи-то жизни разрушит, либо семью разрушит, тогда очень важно с ним, с любовью поговорить, и сказать ему правду. И это тоже любовь. Аминь, друзья. Поэтому любовь к ближнему, это не всегда только плюшки, шоколадки и все такое. Это не всегда только романтика и давай я тебя пожалею, у тебя болезнь страшная, я слышал. Я считаю, что очень классно в этот момент сказать человеку, я люблю тебя, а я застрадаю тебе, но давай вместе верить, что Бог тебя исцелит, если у тебя страшный диагноз. Аминь. Давай вместе верить, что финансы придут, давай вместе верить, что работа у тебя будет благословенная, давай вместе молиться с тобой за это. Давай побудем молиться, молитвой согласия, и все будет хорошо. Аминь, друзья. Согласны со мной? Согласны? Вы знаете, есть интересная история, она такая довольно просто свежая, например, с Олимпиады, это летние Олимпийские игры, которые были в Токио в 2020 году, и одна спортсменка из Нидерландов, можно, если фотографии есть, не самая, может, удачная, простите, значит, зовут ее Сифан Хасан, и в забеге на полторы тысячи метров на самом первом кругу она спотыкается, точнее, она столкнулась со спортсменкой из Эфиопии, ну, как-то так получилось у них, они, может быть, чуть-чуть коснулись друг друга, но равновесие потеряли, и она упала. Представь, она спортсменка, она готовилась, она там, может, это вообще ее главное дело жизни, она во многом себя отказывала, она вместо того, чтобы пойти с друзьями погулять, она сидела на диетах, она бегала там, безвылазно там на этом своем стадионе, приехала на Олимпийские игры, и вот он, ее момент, вот он ее шанс, вот он ее чудесный день, полуфинал, Олимпийские игры, Токио, все, побежала, и на самом первом кругу она упала. Очевидцы говорят, что ее тренер в этот момент неистово заорал, вставай! Я уж не буду так сильно, как он. Она, конечно, его крика не услышала, потому что это огромное количество людей, но я думаю, что у нее этот крик просто где-то был в голове, он кричал просто, это голос внутренней, вставай! Хотя она девушка, 28 лет, она упала, и возможно другие бы сказали, да плюнь ты на эти игры, да на этот бег, на этого тренера, давай я тебя пожалею, тебе так больно, давай коленки помажу тебе. Вы знаете, что она встала, всех обогнала и стала победительницей на этом забеге. Потому что внутренний голос, ну потому что любовь, это не только погладить, когда тяжело, любовь это еще сказать, вставай, давай беги дальше, иди за Христом, понятно, что тяжело, понятно, что ты упала, что тебе больно, но праведник 7 раз упадет, но восставит его Господь, давай продолжайте за Христом, аминь. Это тоже любовь, друзья, аминь. Аллилуйя. Давайте воздадим, слава Богу. Есть еще один пункт. Третий пункт, это жертвенное сердце. Жертвенное сердце, и я, кстати, сейчас не про десятины, не про пожертвенные, хотя это тоже проявление жертвенного сердца. Но я хочу сказать, что жертвенное сердце, если у нас будет в церкви, по отношению к церкви, к ближнему своему, тогда и единства будет больше. Потому что, об этом тоже хорошо, Катя Панова сказала в своей проповеди, что если ты критикуешь, например, порядка, так иди покажи мастер-класс, как это должно быть. Или в любом служении, везде у нас есть дефицит служителей. Ну, кстати, приглашаю всех, кто хочет служить, у нас есть везде вакантные места для вас, друзья. Когда я говорю о жертвенном сердце, в данный момент я говорю о сердце, которое хочет что-то делать для Бога. Вот Вита вышла сейчас. Вы знаете, они пришли, вид, к семи вы сегодня пришли? Или к полвосьмому? К пятьдесяти восемь. Ну, почти угадал, да? Группа порядка пришла тоже часам к восьми. Чтобы нам здесь было комфортно, они пришли значительно раньше, чтобы вот репетировать, создать вот атмосферу, да, чтобы нам было классно поклоняться. Когда у нас недавно был конгресс церквей, 15 августа, мы отмечали наш праздник, 27 лет, вы пришли в этот зал, и там было красиво, правда? Вы помните там эти шайки красивые, которые висели? Везде стояли такие фонтанчики из этих гелевых шаров. Помните? Некоторые люди, сидящие в этом зале, у которых есть семьи, у которых есть дети, у которых был законный выходной. Они весь день в субботу надували эти шайки, привязывали там их этими ленточками. Кто-то там настраивал аппаратуру, кто-то репетировал на музыкальных инструментах, кто-то пел и так далее, чтобы 15 вячеслава у нас был праздник и было хорошо. Но кто-то пожертвовал для этого, как минимум своим временем, пришел и послужил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова